так привит зараз я трохи налаштую наш эфир и пути починаем чутно у меня прием як чутно будем вважати чутно так друзі мене звати Юрій Нікітінський я автор книг для дітей і сьогодні буду читати одну уривки з однієї зі своїх книжок буду читати російською тому що вона і була написана російською все це відбувається в рамках акції видавництва час майстриф на онлайн на книжковому арсеналі 2012 в цьому видавництві в мене вийшло доволі багато книжок ось деякі з них скандальна книжка яку ми написали на пару з Віталіком Кирченко страшно хуліганська перша книжка яка вийшла в цьому видавництві коли воно було ще називалось майстер-клас «Жизнь і обичайні приключення» Тамара Штихваловна одна з моїх любимих книжок так і, собственно, Вовка, який оседлала бомбу отрывки з которой я буду читати сейчас она есть в украинском варианте автор перевода Иван Андрусяк вот, но я буду читать на русском потому что она была написана мною на русском языке весной 2015 года в разгар военных действий да, книжка вышла, как уже понятно в издательстве «Час Майстрив» проиллюстрировали ее очень хорошие художники Андрей и Диана Нечаевский мне очень нравится, как они это сделали надеюсь, вам тоже понравится итак, Вовка, который оседлал бомбу когда вечереет, я люблю смотреть из окна нашего нового дома на горы за которой прячется солнце и на дома внизу уже укрытые тенью наш новый дом на самом деле старый даже не знаю, сколько ему лет новый он только для меня и мамы а раньше мы жили в небольшом городке на востоке ну, пока не началась война и даже какое-то время после из моего старого дома тоже было интересно смотреть в окно наша квартира находилась на третьем этаже например, я любил рассматривать трансформаторную будку на которой Вовка написал, что я дурак а я написал, что дурак Вовка там еще было много разных дураков и других слов но наши выделялись потому что мы их написали очень большими буквами очень широкой кисточкой за будкой был виден сквер в сквере стоял памятник какому-то герою труда без рук и почти без тела мама говорит, что такой обрубленный памятник называется бюст однажды Вовка забрался на плечи героя и стал ковыряться у него в носу я громко смеялся и тихо боялся одновременно смеялся, потому что это неожиданно и смешно Вовка на плечах у взрослого бюста да еще со своим пальцем у него в носу а страшно, что кто-то увидит и накажет нас за неуважение к памятнику ведь наверняка он установлен уважаемому и известному человеку мне, например, памятник никто не поставит поэтому у себя в носу можно ковыряться сколько угодно правда мама говорит, что это некрасиво но взрослым редко угодишь из Вовкиного окна было видно еще дальше потому что он жил прямо надо мной на четвертом этаже как-то раз он слез со своего балкона на мой нам тогда обоим влетело от родителей в Вовку попала бомба поэтому в Карпаты я переехал без него Вовка был очень любопытный и обожал помойку да, вот иллюстрация Вовки Вовка был очень любопытный и обожал помойку вечно в ней копался и находил разную ерунду которую потом пытался выменять у пацанов во дворе и школе на что-нибудь полезное например на старый чулок в котором раньше хранили лук Вовка вместо лука клал в чулок камень раскручивал и бросал он не говорил куда целиться поэтому всегда очень радовался меткому выстрелу даже если камень в чулке улетал высоко в небо прямо у Вовки над головой когда он падал Вовка бежал прочь от того места крича на весь двор в укрытие как-то вечером когда уже стемнело мы пошли на помойку вместе там стояла большущая металлическая бочка мы заглянули в нее но ничего не смогли разглядеть тогда Вовка зажег спичку и мы снова заглянули в бочку это была бочка от краски и на дне еще были ее остатки догорая спичкой обожгла Вовке пальцы он дернулся и бросил догорающую спичку а краска как вспыхнет по домам мы разошлись без ресниц, бровей и с опаленными чубами мама на меня накричала а папа пошел к Вовкиному папе выяснять кто из нас больше виноват одновременно Вовкин папа шел к моему чтобы выяснить то же самое они встретились на лестничном пролете долго что-то обсуждали а потом вышли на улицу в ларек полночи они сидели в беседке во дворе вспоминали каждый свое детство и громко смеялись соседи даже вызвали милицию потому что наши папы мешали всем спать если кто-то думает что нас тогда пронесло то он сильно ошибается Вовку три дня не выпускали на улицу вообще а меня только за хлебом и кефиром так я потом почитаю ваши вопросы если они будут и постараюсь на них ответить сейчас секундочку сейчас секундочку Вовка сказал нам с тобой нужно на самбо записаться зачем спросил я чтобы быть сильными и владеть приемами самообороны приемами владеть это хорошо у нас хулиганов в городе завались секция самбо находилась от нашего дома в трех кварталах тренер посмотрел на нас без всякой радости и сказал чтобы в следующий раз пришли не в спортивках а с кимоно Вовке родители кимоно купили а мне мама сама пошила по выкройкам из интернета мое кимоно получилось круче чем Вовкино покупное на следующей тренировке мы много бегали отрабатывали прыжки через себя и еще куча упражнений ни одного приема еще недели две тренер нас гонял по залу а потом стал показывать первые приемы мы разбились по парам и стали друг друга бросать через плечо выяснилось что уметь нужно не только приемы показывать но и правильно падать пока это дошло до Вовки он несколько раз упал обыкак после тренировки он сказал я больше не пойду на самбо почему удивился я ах махнул лукой Вовка ходить далеко да и приемы так себе кулаками нужно драться а то пока хулигана за руки схватишь чтоб через себя бросить уже сто раз по голове получишь а как же кимоно расстроился я на что кимоно когда откроют секцию карате рядом с домом тогда и кимоно пригодится и вообще я знаешь как себе спину сегодня отбил и мы перестали ходить на самбо а карате у нас так и не успели открыть директор издательства час мэйстрив просит улыбнуться ему лично иногда вовка задумывался глядя в одну точку в такие минуты его голубые как море глаза на широком весну щитом лице мутнели и становились зелеными как озеро иногда можно было даже раз в другой у него проплывал большой зеркальный карп в некоторых людях владян живут черви глисты что ли криво усмехнулся я тоже мне открыл америку сам ты глист обиделся вовка глисты это мелочь а метровых африканских червей не вот так они длинные и тонюсенькие живут внутри тебя а ты об этом даже не подозреваешь а чему сразу внутри меня теперь уже пришла моя очередь обижаться может внутри тебя может и внутри меня вовка не стал спорить они медленно ползают под кожей и едят кровь мне стало жутко по ночам некоторые из них выглядывают наружу словеще продолжил вовка как выглядывают вылазят в уголках глаз и если ты спросонья зацепишь такого червя то нужно его медленно тянуть наружу наматывая на кулак спешить нельзя потому что он может порваться и сбежать назад а из-за того что он будет порванный он занесет в организм американскую африканскую заразу тогда все заражение крови и в школу больше не пойдешь а куда пойдешь на кладбище буднично словно говоря о погоде произнес мой друг а как понять что в тебе поселился такой червь в том то и дело что понять трудно он так устроен что ничем себя особо не выдает только когда близко к коже подбирается то она начинает чесаться кто кожа врешься небось с надеждой спросил я но вовка как ни в чем не бывало тем же спокойным зловещим голосом сказал а телевизор врет я по телевизору видел там один африканец до крови расчесал себе руку и ногтем червя поддел журналист от этого зрелища сознание потерял я застыл и прислушался к себе все тело чесалось особенно руки вовка у меня руки чешутся я прислушался еще и голова вовка достал из кармана яблоко укусил и жуя произнес голова это вши с ними особых проблем не будет налысо постригся и все мне стало так страшно что я развернулся и помчал домой мама закричал я с порога мама у меня руки чешутся и черви мама долго не могла понять о чем я поняв сказала чушь но я не унимался мне казалось что у меня под кожей медленно ползают длинные африканские черви и некоторые из них даже надо мной тихо посмеиваются тогда она отвела меня в поликлинику на анализы там у меня ничего не нашли а в качестве успокоительного выписали мне аскорбинки после похода к врачам мама поговорила с вовкиной мамой вовкина мама тоже сводила вовку в поликлинику у него оказались глисты владян у меня червей нашли радостно сообщил он после анализов глистов что ли успехнулся я а хоть бы и глистов что они не черви черви согласился я только не африканские там не африканские и не нужны с нашими договориться проще вовка развалился на сковейке достав из кармана баночку с таблетками высыпал одну на ладонь и затянул в рот и лекарства наши им тоже понятней сказал он и довольно зашмурился подставив свои знаменитые конопушки солнцу подставки подставки вовка посмотрел на меня как на дурака на необитаемый остров сказал он сильно кривляясь теперь моя очередь была смотреть на него как на дурака и кривляться ты что совсем того я покрутил пальцем у виска бежать что подумают твои родители когда ты исчезнешь сейчас они же с ума сойдут решат что тебя убили вовка задумался да об этом я не подумал но как только война закончится надо бежать только чур на мой остров не высаживаться это почини уже у робинзона был пятница а ты совсем один хочешь и у меня будет пятница зачем тебе пятница когда есть я тем более из дома сбегать вместе будем вовка посмотрел на меня улыбнулся ну какой ты пятница ты владян так что давай сразу договоримся каждый обитает на своем острове мне стало обидно что лучшего друга он так легко променял на какого-то неизвестного пятницу но в гости плавать можно каждый день то ты ко мне то я к тебе добавил вовка увидев что я слегка надулся а что наши острова будут рядом да почти впритык согласен согласен вовка закрыл глаза ты что спать собрался не жду когда война закончится тогда я тоже закрыл глаза так сделаем перерывчик на вопросы так юра улыбнись уже улыбался какие события вдохновили на написание княде вовка которая слила бомбу но весной 15 года мы все наверное начинали и заканчивали день в интернете читая новости о событиях на востоке и тогда проскочила новость об обстреле который зацепил школу и во дворе этой школы как раз воткнул неразорвавшийся снаряд в общем вот это событие подтолкнуло меня на написание повести в голове и за месяц я ее написал есть ли автобиографические воспоминания в хобби приключениях мальчиков есть конечно более того ну поэтому весь жизненный опыт отражается так или иначе в практически каждой книжке которую я пишу вовка который оседлал бомбу не исключение может быть даже чуть больше там историй которые происходили со мной в детстве как давно Юрий Никитинский ходит лысым первый раз я постригся на лысов восемьдесят восемьдесят осенью восемьдесят шестого года я поступил в техникум киевский техникум радиоэлектроники и на первом курсе да я уже слушал разную интересную музыку и хотел стать рок-звездой вот и на первом курсе я выбрал себе подобие ирокеза у меня были ну длинноватые волосы вот и я выбрал себе вот так вот вести ну не сильно чтобы волосы в техникуме покрывали чуть-чуть эти бритости вот но когда я пришел домой папа сказал что фашистам в нашей семье не место вот папа мой был танкист военный в общем он выгнал меня из дома со словами приведешь себя в порядок вернешься и это был первый раз когда я постригся на лысо потом я это делал довольно часто ну время от времени как правило летом а уже постоянно стал носить такую прическу когда заметил что в общем носить то особо нечего уже вот и чтобы эти пучки значит там не торчали у меня на голове я их сбрил так тут вроде все читаем дальше так многие кругом говорят что их дети не хотят читать попытайся рассказать фантастическую историю про то что будет с детьми если они не будут читать твоя версия ну моя версия простая я ее регулярно ну я ее сделал хэштегом и в общем регулярно о ней напоминаю вот я убежден что человек не читающий это черт вот если не хотите быть чертом то читайте поэтому читаем дальше «владян представляешь на какой-то звезде где-то далеко сейчас стоит такой же владян и смотрит на звезды потому что его зеленокожей и если она которой Божий друг Вовка сказал ему, что где-то далеко сейчас стоит такой же владян. Представь, что вы смотрите друг на друга. Круто! Так говорил Вовка. Я как представил, у меня аж голова закружилась. Потом смотрел на звезды. Было действительно круто. Вот одна из иллюстраций Нечаевских. По-моему, классная. Я не хочу читать книжку полностью, чтобы все-таки купили ее и прочитали сами. Поэтому я так пролистываю туда-сюда. Вовка, как ты думаешь, тот зеленокожий или синекожий владян с другой планеты? Сейчас тоже в подвале сидит и в темный потолок пялится. Ты что, владян, с дуба рухнул? Чего синекожему владяну по подвалам сидеть? У них, знаешь, какая жизнь там. Нам и не снилось. Никаких войн, никакого ножа в спину. И народы там реально братские. Будь ты хоть синекожий, хоть серобуро-малиновый. Не то, что у нас. Мы сидели с Вовкой в подвале, наверху гремели взрывы. И никаких тебе звезд. А что делать родителям, если уже по факту их дети сейчас не читают? Как им помочь? Моя версия. Блин, у меня нет версии. У меня старшая дочь, в смысле старший ребенок, не читает. Я не знаю, что с этим делать, как с этим бороться. Я периодически подсовываю самые разные книжки в надежде, что одна из них зацепит ее. А младшему я каждый вечер читаю перед сном книжку украинскую, черсийскую. И пытаюсь проявить ему любовь к чтению таким вот макаром. Хотя Варе я тоже читал перед сном. Но то ли голос не тот, то ли книжки не те были. В общем, как-то пока она не читает. Был бы я настоящим волшебником, я бы просто палочкой взмахнул и все бы читали книжки. К сожалению, пока не так. Знаешь что, Владян? Что, Вовка? Нужно срочно доброе дело сделать. А какое? А такое. Собаку надо спасать. Я, конечно, стал трогать Вовкин лоб и спрашивать про температуру. Но ненадолго приких. Ты что, не понимаешь, рассердился Вовка? Нет, признался я. Вовка сердито цикнул. Через два дома живет одна бабка. Недавно у нее появилась несчастная собака. С чего ты взял, что собака несчастная? С того, начал кривляться Вовка, что она все время рвется с поводка. Как бабка выведет ее на улицу, так она и рвется на волю. Мы пошли во двор того дома и стали ждать. Через некоторое время на улицу вышла бабка. На поводке у нее дергалась лохматая собачка. Она беспрерывно лаяла, пыталась кусать прохожих и действительно хотела вырваться. По-моему, она бешеная, сказал я. А я тебе о чем? Конечно, бешеная. Стала бы собака от нормальной бабки вырываться. Да я не про бабку говорю. По-моему, собака бешеная или злая. Сам ты, Владян. Вовка обиделся. Тогда я внимательнее присмотрелся к бабке. Но с крючком, глаза мутные, волосы седые, растрепаны. И что? И что ты предлагаешь? Я предлагаю бабку, когда она пойдет в магазин. В магазин с собаками не пускают. Бабка привяжет ее у входа, а тут мы отвязываем, хватаем собаку в охлаждение. Куда? Домой. Я готов усыновить собаку и забрать ее к себе домой и согласился. Ни бабка, ни бабка. Наверное, им и правда лучше жить раздельно. Мы сидели в этом дворе, пока бабка с собачкой снова не вышла. Проследили ее до магазина. Бабка привязала собачку к дереву и ушла. Собака лаяла и рвалась с поводка. Вовка, сказал я. Собака точно чокнутая. Посмотрел бы я на тебя, если бы тебя на поводке эта бабка водила. Ты бы на людей бросался. На цыпочках мы подобрались к дереву, отвязали поводок. Вовка подхватил собаку. И в этот момент из магазина показалась бабка. Ты что же ты делаешь, негодник? А ну-ка быстро отпусти собаку. Ага, так Вовка ее и отпустил. Наоборот, он со всех ног припустил в сторону нашего дома. Я рванул следом. Бабка оказалась не такой уж старой, как притворялась. Потому что бежала за нами, размахивая пакетом с продуктами, обзывая нас всякими нехорошими словами. Она даже стала нас догонять. Ничего, Джек, обратился Вовка к собаке. Держись, скоро будем дома. Но то ли собаку звали не Джек, то ли она вообще отвыкла у бабки от нормального отношения. Не знаю. Только пока Вовка перепрыгивал через клумбы, сокращая путь, собака эта цапнула его прямо за нос. Ай, закричал Вовка не своим голосом. Что же ты делаешь, псина неблагодарная? А Джеку так понравилось, что он цапнул Вовку еще и за руку. Владян, бросай у Джека, сообщил Вовка, когда Джек уже летел в сторону догонявшись собаки. Я тебе сразу говорил, что он бешеный. Вовка, это я тебе говорил. Мы хотели уже остановиться, потому что давно не были на физкультуре и выдохлись. Только за нами все еще бежала бабка. А Джек этот проклятый бежал впереди нее и лаял. Пришлось поддать газу. Перевести дыхание удалось лишь тогда, когда Вовка захлопнул дверь своей квартиры. Все, слава богу, сбежали. Еле дыша произнес он. Но в дверь позвонили. Вовка аккуратно посмотрел в дверной глазок. Выследил нас этот Джек бешеный. Не открывай. Видео обрывалось, я так понимаю. Прием. Продолжаем. Все-таки бабка была злюкой. Как с самого начала ей говорил Вовка. Она дождалась нас с работы. Вернулась его мама и пожаловалась на нас. Сказала, что... Так. Сказала, что собака к ней прибилась из самой зоны АТО. А мы хотели ее украсть. Мне, допустим, досталось меньше. А Вовке еще и укулы от бешенства делали. Потому что этот Джек, оказавшийся пальмочкой, нос ему до крови прокусил. Собака. Так. Посмотрим. Тут с интернетом какие-то неполадки. Намекает на что-то. Конкурировать скромные книги с нескромными гаджетами очень сложно. Тут я согласен. Тоже пока не знаю, что с этим делать. Видимо, книжкам переезжать в гаджеты. Бог его знает. Без помощи родителей, современных писателей, издателей и книготорговцев книги проиграют. Так что только вместе мы дойдем к светлому будущему. Согласен. Кстати, сегодня день издателей и печатников. С чем я вас всех и поздравляю. Так. Все-таки было бы интересно услышать более конкретные истории жизни Нехетинского. Например, бывали автобусы о собаке и о незаконном проникновении в бассейн. Я не буду раскрывать эти тайны. Вот. Я медленно-медленно пишу книжку детских воспоминаний. Может быть, когда-нибудь она появится. Вернее, может быть, я ее закончу когда-нибудь и она появится в отдельном издании. Из вашей книги на Украинском море. Три ваши книги. Как и седла Юрия и Юлия Ванене. У нас медленно-теця есть. Их читают. Дети с удовольствием. Какие еще книги в Украинском море у вас есть? Кот забрался на кухонный стол. Практично все книжки, которые выходят в Украине, они есть украинской умовой. Зараз готуются до друку книжка, яка выйдет исключительно украинской умовой. У видавництві «Ранок», «Міцна дружба Димона» называется. Еще парочка готуются, які теж выйдут в Украинскую. Взагалі, щось буде. Так. Ну, в общем, вот эта книжка. Покупайте российскую чиукраинскую. Читайте. Вот. И верим в победу. До свидания.